Зарубежные исследователи В прошлом году я приступила к своему собственному индивидуальному исследованию, которое было посвящено отношению учителей к новым федеральным стандартам. То есть целый год я проводила опросы, интервью с учителями, пыталась выяснить, как они относятся к стандартам. И только недавно, буквально месяц назад, я закончила это исследование, представила результаты на Европейской конференции. Сейчас в составе научной группы Дарья занимается организацией педагогических исследований в рамках работы стратегической академической единицы «Учитель 21 века», которую Институт психологии и образования КФУ активно развивает с 2016 года. Такая работа сполна удовлетворяет поиск исследовательницы в повышении своей профессиональной и научной компетентности. Результат проведенной работы будет иметь весьма амбициозные планы на будущее. Предполагается, что результат даст основу написанию обновленных программ для подготовки педагогов. Так что, скорее всего, из стен Альма-Матер Мир получит совершенно новых специалистов, которые однозначно будут отличаться от привычных нам педагогов. Да, конечно, и сейчас как раз-таки САЯ «Учитель 21 века» как раз направлен на подготовку учителей нового века. Потому что учителя старой закалки, они больше были, мы обычно называем, учителя-менеджеры. То есть, они давали четкие инструкции, и от студентов, от учеников требовалось просто следовать этим инструкциям и особо не задумываться над тем, то есть, выполнять то, что от них хотят. «Учитель 21 века» — это учитель-фасилитатор. То есть, учитель, который не говорит напрямую, что делать, а учащиеся должны сами понимать, что они хотят делать, и сами приходить к тому, чем они хотят заниматься, а учитель их только поддерживает. На вопрос об отношении к иностранным магистрантам в КФУ Дарья Ханалайна ответила, что иностранцев встречают доброжелательно и оказывают всевозможную поддержку. Однако профессора оценивают в первую очередь профессиональные и научные качества и исходят именно из этих показателей при построении профессиональных отношений. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.